Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана возглавил массовый велопробег в Ашхабаде. Жара до 40 градусов ожидается в Туркменистане. Торжество в честь объявления Ашхабада городом новых спортивных возможностей и другие новости. В Ашхабаде состоялся массовый велопробег, который возглавил президент Туркменистана Сердар Роберда Мухаммедов. Глава государства шел впереди колонны от проспекта Бетараб-Туркменистан до центра столицы. На момент акции улицы, по которым уехала велоколонна, были освобождены от автомобильного транспорта. Вдоль маршрута участников велопробега приветствовали своими выступлениями музыканты, исполнители и творческие коллективы. В спортивном комплексе боевых искусств Олимпийского городка Туркменской столицы сегодня состоялись праздничные мероприятия, посвященные объявлению Ашхабада городом новых спортивных возможностей содружества. В рамках торжества были организованы праздничные концерты и показательные выступления спортсменов, завоевавшие призовые места на международных соревнованиях. В Туркменистане в ближайшие дни установится жара местами до 40 градусов, однако в конце недели ожидаются кратковременные дожди. Культурно-развлекательный центр «Мир сказок» Туркменбаши в Ашхабаде переживает небывалый наплыв посетителей в период школьных каникул. С 25 мая посетители могут наслаждаться новыми современными аттракционами, детскими площадками и впечатляющим декоративным освещением. Особый интерес вызывает обновленная картинговая трасса площадью 4000 квадратных метров под открытым небом, окруженная зеленым газоном. Еще одной изюминкой стал новый ресторан на 162 места, из окон которого открывается великолепный вид на танцующий фонтан. В столице Туркменистана стартовал фестиваль российского кино. Кинопоказы проходят в торговом центре Беркарар, зрителям показывают хиты российского кинематографа. На аукционе была продана коллекционная карточка с изображением и автографом легендарного баскетболиста, шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана. Уникальный лот ушел с молотка за рекордные 2,9 миллиона долларов. Всего было предпринято 38 попыток приобрести карточку. Победителем стал анонимный коллекционер. В эпоху, когда многие ищут способы разнообразить свой досуг, нью-йоркская пара нашла увлечение, которое буквально окупило себя. Джеймс Кейн и Барби Агостини, используя мощный магнит, извлекли из озера в Квинсе, США, сейф, содержимое которого произошло все ожидания. Общая сумма найденных средств составила внушительные 100 тысяч долларов. Форвард итальянской Ромы Сердар Азмун получил вызов в национальную сборную Ирана. На заключительной матче второго отборочного раунда чемпионата мира 2026. 6 июня сборная Ирана сыграет на выезде с Гонконгом, а 11 июня примет в Тегеране команду Узбекистана. В отборе на чемпионат мира 2026 Иран выступает в группе Е вместе с Узбекистаном, Туркменистаном и Гонконгом. Азмун является ключевой фигурой в атаке сборной Ирана. На его счету 52 гола в 81 игре за национальную команду. Мадридский Реал подтвердил, что форвард сборной Франции Киллиан Мбапе подписал пятилетний контракт с клубом. Слухи о том, что француз перейдет в Реал, ходили уже давно. Однако теперь переход официально подтвержден. 25-летний Мбапе будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, в течение пяти лет ему выплатят в качестве бонуса еще 150 миллионов евро. Он также получит часть прибыли от прав на его имидж. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Субтитры подогнал «Симон»!